Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Разговор с мэром». Я представляю гостя студии, мэр Белгорода Сергей Андреевич Баженов. Здравствуйте! Здравствуйте, Лена! Здравствуйте, уважаемые телезрители! Традиционно мы посвящаем нашу встречу Дню Города. Вместе подводим итоги и говорим о перспективах. А начать, думаю, правильно, 70-летие Победы. Знаменательный идет год, и Белгород его отмечает знаковой народной акцией. 5 августа в областном центре открыт памятник горожанам, не вернувшимся с войны. Сергей Андреевич, удалось ли в полной мере реализовать идею, и будет ли у нее продолжение? Здесь я имею в виду книгу памяти. Вы знаете, скорее всего, эта идея уже реализована. Она, безусловно, будет и должна иметь свое продолжение, поскольку сам проект это подразумевал изначально. Дело в том, что я благодарен, конечно же, нашему земскому собранию, лично Николаю Васильевичу Перестенко, за то, что земское собрание эту идею поддержало и организовало всеобщую, всегородскую акцию поддержки. Здесь многое удалось решить на протяжении организационного периода. Сам проект обсуждался с населением, обсуждалась и подача всего материала, который был задуман в проекте. То есть это сам памятник солдату, ушедшему на фронт. Это некая ротонда, в которой установлено оборудование для того, чтобы в ней могли люди ознакомиться с горожанами, которые занесены в эти списки, не вернувшись, поклониться их памяти, возложить цветы. И мы, безусловно, понимаем, что работа сама по себе непростая. Когда мы за нее взялись, то столкнулись просто с одной неточностью, которая изначально в военных архивах, в архивах военкомата уже подразумевала, что это не только белгородцы, потому что был тогда Белгородский район. Белгород был районным центром Курской области, и говорить о том, что это люди, которые ушли чисто из Белгорода, уже не представлялось возможным. Первоначально в списках было около пяти с половиной тысяч таких героев. Потом мы обратились через средства массовой информации, через интернет-общение к горожанам, чтобы они эти списки пополнили. Из истории своей семьи, из, может быть, своих знакомых. И мы такие организовали каналы общения, которые позволили эти списки обновлять. Закончили ли мы эту работу? Нет, конечно, потому что она только началась. И она подразумевает, что над ним мы будем работать долго. Вместе с тем, самое важное, что этот проект состоялся. Проект состоялся на народные деньги. Мы тогда еще говорили, что бюджет города имел возможность построить этот памятник в год 70-летия Победы за деньги бюджетные. Но важно было другое. Важно было бы, чтобы горожане построили памятник героям, своим же горожанам, не вернувшимся с войны. И это состоялось, и состоялось, на мой взгляд, вполне удачно. Что же касается продолжения поисковой работы, то мы надеемся, что эта работа будет продолжаться. И она сама по себе будет нести цель не только увековечивания памяти героев-белгородцев, но и патриотического воспитания молодежи. И я надеюсь, что молодежь эту работу возглавит и будет кропотливо и долго еще ее вести. Портал БелНовости. Наш портал проводил опрос. Мы спросили у наших читателей, что, по их мнению, важно предпринимать в деле сохранения памяти о Великой Победе. Вот практически каждый второй выбрал вариант вести просветительскую работу. Отчасти эту миссию взял на себя Союз городов воинской славы России, который вы возглавляете. Скажите, что из реализованного вы считаете наиболее интересным, наиболее серьезным вкладом в воспитание молодежи? Союз городов воинской славы России – это организация, которая создалась в 2013 году. И именно в городе Белгороде проходил очередной съезд. Первый, вернее, очередительный съезд. Это было 70-летие освобождения города Белгорода от немецко-фашистских захватчиков. Это было 70-летие Курской битвы. Это было высокие эмоциональные чувства, которые владели и в тот момент, безусловно, населением нашего города, да и всем населением России. И вот сама атмосфера проведения этого съезда ко многому обязывала. Дело в том, что идея его создания Союза городов воинской славы принадлежит комитету победы, который возглавляет, как вы знаете, Владимир Владимирович Путин. И когда мы начали обсуждать эту идею, мы поняли, что города воинской славы обязаны быть именно проводниками такого воспитания патриотического. Мы обязаны взять на себя эту миссию, потому что вот этот лозунг «Пока мы помним, мы живем» – это, безусловно, лозунг, родившийся в те эмоциональные минуты подготовки к 70-летию сегодняшней победы, отражает настоящий смысл этой работы. Сегодня мы уже сделали много. Во-первых, мы объединили усилия. И все наши усилия сегодня направлены на то, чтобы правда о великой победе, о героизме нашего народа была сохранена в поколении молодом. Нужна серьезная, кропотливая организационная работа, которую миссию взял на себя Российский организационный комитет победы, в том числе и наша теперь организация «Союз городов воинской славы России». Вы и в фильмах, и в телепередачах уже упоминали и рассказывали о тех акциях, которые проводит Союз. Но самым незначимым из них, на мой взгляд, была в этом году, это, безусловно, акция, которую мы проводили по всем городам, не только воинской славы, а в которых зажигался вечный огонь, либо вновь, либо реконструировался. Эстафета вечного огня. Эстафета вечного огня. В ней принимали участие очень много молодежи. Это была акция, которая начиналась в Москве, у Кремлевской стены, в Александровском саду, у могилы неизвестному солдату. Перед этим был съезд городов воинской славы, перед этим был форум молодежи городов воинской славы. И все это на очень высоком эмоциональном накале было передано из Москвы во все города нашей Великой Родины. Я думаю, что это начало большой работы. Нам надо еще очень-очень много работать. Мы это понимаем, и Союз городов воинской славы России свою работу в год 70-летия не прекращает. Год еще идет, и еще много-много мероприятий запланировано в ходе этого года. Кстати, 6 августа в Белгороде пройдет очередное управление съезда. В сентябре запланирован съезд городов воинской славы в городе Воронеже, на котором мы будем обсуждать эти вопросы, в том числе те, которые вы сегодня обозначили. И я думаю, что эта работа имеет важное военно-патриотическое значение. Мы считаем, что ее надо делать не от даты к дате, а ее надо осуществлять постоянно, целенаправленно. И у нас сегодня программа таких действий уже наметилась. Городские власти сегодня ведут работу, которая, и это отмечают очень многие жители, которая позволяет нам консолидироваться, объединяться, в том числе и о том, о чем спрошу сейчас. В Белгороде проходит процедура обсуждения декларации «Мы белгородцы» своеобразного устава горожанина. Описание, обсуждение того образа, к которому каждый из нас, все мы вместе должны стремиться. Вот что показывает опыт обсуждения декларации с общественностью? Есть ли заинтересованный отклик? Как вы это чувствуете? Как вы это видите? Вы знаете, я неоднократно говорил, что мне очень близок образ, который в свое время создал Аристотель. Он сказал, что город – это единство непохожих. И вот это единство непохожих, оно должно объединяться вокруг какой-то идеи. Единение – это очень важная структура созидания. И мне очень приятно, что родилась такая идея создания декларации. Они у нас уже на протяжении многих лет эти вопросы обсуждались. И мы уже не первый раз говорили, что белгородцы – это особый характер, белгородцы – это особые люди. Белгородцы – это люди, которые устремлены в будущее, которые умеют созидать, которые гордятся своим прошлым, которые любят свою малую и большую родину. Они понимают, что такое хорошая, счастливая семья, и что такое город, удобный для жизни, и что такое счастье, как его строить. Вот единение вокруг этих всех идей, оно возможно, когда ты его, ну пусть это плохо как бы звучит, но формализуешь. То есть надо в конце концов, вы правильно сказали, вот иметь этот устав. Мне очень приятно, что опять белгородское земство, та организация, которая сегодня не по партийным интересам построена, она построена по сословным интересам наших горожан, если так можно применить это слово «сословие». Она представляет разные профессиональные сообщества. Она представляет разные профессиональные сообщества жителей города. Оно вышло опять с инициативой создания вот такой декларации. Очень приятно, что сегодня ведущая политическая сила поддержала эту идею, и у нас «Единая Россия» как за лозунг взяла тоже такое построение. Вот они сейчас идут на выборы с этим лозунгом «Мы белгородцы». Активно взялись за обсуждение этой идеи и многие другие общественные организации. Я внимательно смотрю за этим обсуждением и делаю вывод, что в основном идея понравилась. Понравились основные постулаты, которые уже сегодня записаны в декларации. Но, безусловно, есть очень дельные предложения, есть очень дельные мысли, которые надо еще раз обсудить и внести. Я, насколько понимаю, что в конце этого обсуждения наступит момент, когда мы ее каким-то образом утвердим. И предлагаю еще раз всем белгородцам, а сегодня и телерадиокомпания «Белый город» создала необходимые условия для того, чтобы поучаствовать в этом мероприятии, посмотреть на эту декларацию, прочитать ее, высказать свое мнение. И тогда мы, наверное, добьемся солидаризации общества вокруг этой идеи. А это, в свою очередь, даст нам новый импульс созидания. Один из пунктов декларации «Мы здоровы духовно и физически». Я перехожу к вопросам. Дело в том, что в подготовке программы мы использовали в том числе и вопросы наших телезрителей. И вот один из них. Понятно, что о здоровье нужно начинать думать, когда еще здоров. Но если не здоров, медицина в Белогороде развивается, это бесспорно, но вот качество медпомощи не всегда высоко. Есть ли у городских властей механизмы, позволяющие создать мощную медицину с умными врачами? Клавдия Васильевна спрашивает. Не могу не согласиться с Клавдией Васильевной, что есть недостатки у нас, безусловно, медицины. Но не могу и согласиться, что у нас нет умных врачей и нет умной медицины. Город Белгород сегодня имеет все необходимые материальные условия, все необходимые условия кадровые для того, чтобы наша медицина обладала мощным потенциалом в вопросе лечения. Сегодня у нас создана, благодаря усилиям губернатора Белгородской области Евгения Степановича Савченко, благодаря усилиям областного правительства, такая мощная база медицины, которая, ну, в общем-то, не все имеют города-областные центры России. У нас сегодня с вами есть мощные областные больницы со всем необходимым оборудованием для лечения заболеваний, которые являются сегодня, ну, основными в поддержании здоровья, это сердечно-сосудистая система. Оборудование в лечении других заболеваний и почек, и у нас прекрасные хирурги. Мы создали новый факультет в Белгородском государственном университете для подготовки своих собственных кадров. У нас большие успехи в стоматологии, у нас прекрасные успехи в офтальмологии, и здесь тоже мы идем впереди. База у нас создана серьезно, у нас есть хорошие, мощные кадры, и у нас есть умные врачи и умная медицина. Другой разговор, что не все решены проблемы, и действительно еще много вопросов к очередям, многие вопросы к тому, что мы не в состоянии где-то подтянуть материальную базу до такого уровня, который бы удовлетворял потребностям сегодняшнего белгородца. Я думаю, что все, что мы сегодня делаем в этой сфере, будет все больше и больше улучшать ситуацию. Здесь надо сказать, что функция это государственная, и она выполняется по государственным планам и программам, уровень управления регион, и муниципальная медицина здесь является только его частью. И вот этот механизм, который сегодня осуществляется при помощи усилий президента Российской Федерации, правительства Российской Федерации, региона и местных властей, он уже достаточно крепкий, продуманный, и план движения есть. Ну, даже возьмите строительство нашего перинатального центра, который мы сегодня делаем в городе Белгороде. Вот это медицина совершенно иного уровня. Ведь не случайно избран строительство перинатального центра на территории городской больницы номер 2. Это дает возможность сразу соединить нам целый ряд проблем и в оказании помощи роженицам, и в организации необходимого ухода за малышами, и в случае необходимости решить вопрос с мамой, если какие-то возникли проблемы. Все это в одном комплексе создает мощную новую базу медицинского обслуживания. Но я думаю, в вопросах медицины нам надо идти дальше, глядываться в себя. Мы очень много уделяем сегодня вниманию тому, что надо создать нового человека, человека здорового, который очень бережно сам относится к своему здоровью, занимается спортом, не владеет вредными привычками, не имеет вредных привычек, который понимает, что лечить болезнь всегда сложнее, чем ее допустить. Поэтому вот этот момент, на наш взгляд, наиболее сегодня необходим и в профилактике заболеваний, и в организации медицинского обслуживания. Мы, кстати, и строим такую работу сегодня с детского сада, со школы. Это, наверное, уже заметно. И учителям заметно, и жителям города, что целенаправленная работа в этом направлении ведется не первый год. И в продолжение вопрос о перинатальном центре, вот тоже от нашей телезрительницы. В этом году должен быть открыт перинатальный центр. Все ли идет по плану? Спрашивает Елена Калаус. Если Лена готовится стать матерью, я ее поздравляю и, будем говорить, сообщу, что все по плану идет. Если же ее это просто интересует из других побуждений, то это тоже хорошо, потому что, значит, людям эта тема важна. Я вам скажу, что перинатальный центр – это серьезная строительная часть, это серьезная часть монтажная энергетическая, и самое главное – это серьезная часть монтажа оборудования, ну и подготовки специалистов. Вот это тот комплекс, который надо провести для того, чтобы открыть этот центр. Все намечено, выполняется, руководит процессом сегодня этим стройкой правительства Белгородской области. Мы активно работаем вместе, командно в этом вопросе, и здание будет в этом году построено. Нам потребуется еще время для того, чтобы решить остальные проблемы. Я думаю, что в 2016 году мы будем уже принимать первые роды и первых малышей. В ближайших планах еще одно большое новоселье. В Сосновке Белгородский зоопарк переезжает на новое место. Вот губернатор на одном из рабочих совещаний сказал, что новоселье зоопарка должно стать общегородским праздником. Когда же? Вы знаете, что это давнишняя мечта и о том, чтобы перенести из центра города душного. Очень не в простом месте было много проектов. Были сделаны попытки определить место такое, чтобы оно устроило всех, но прежде всего животных. Но и оно же должно быть таким, чтобы люди могли посещать как можно удобнее этот зоопарк. Потому что зоопарк в любом случае не является местом, где у нас создаются условия только для животных. Это место в том числе и прежде всего для того, чтобы вести работу с детьми. Чтобы эта работа была направлена на воспитание таких человеческих качеств у детей. Любви к природе, любви к живой природе. И само решение этого вопроса в текущем году тоже связано было с целым рядом организационных моментов. И самое главное, оно связано было с моментом поиска соратников. И как всегда, соратники нашлись. Вы знаете, что компания Агробелогория, Владимир Федорович Зотов, которому мы благодарны за то, что стал инициатором поддержки этой идеи. И губернатор лично возглавил этот проект. И сегодня уже сделано многое. Мы планируем эту работу завершить в первую очередь в 2015 году. Думаем, что к ноябрю месяцу у нас будут сделаны все необходимые условия для того, чтобы переселить основную массу зверей. Что касается окончательного обустройства территории, то я думаю, что на это потребуется еще 2016 год. Но он уже будет, так сказать, в рамках, ну будем говорить, общения с животными. Очень сложный проект, очень большой проект, дорогостоящий проект. И то, что мы за него взялись и сегодня все идет по плану, это уже хорошо. В этом году удивляет масштаб дорожного строительства. В списке капитального ремонта около 40 улиц. Вот такого я просто не припомню. Откуда такие возможности и благодаря чему? Действительно, этот год для нас ударный в дорожном строительстве. Мы на себя взяли эти обязательства не случайно. Да, сегодня основные магистрали, которые есть в городе, в эту программу включены. Мы активно работаем над тем, чтобы она была реализована не позднее 1 октября текущего года. Как это и полагается в соответствии с необходимыми условиями и технологиями строительства работ. Ну а деньги? Деньги, как всегда, это, безусловно, бюджет города. Это условия, которые мы на себя взяли по экономии средств, по перераспределению средств. Мы взяли на себя обязанность найти дополнительные источники финансирования. Это большая и мощная помощь лично губернатора области Евгения Степановича Савченко, правительства области, которая тоже оказала нам финансовую поддержку. Но самое главное, что в эту работу включились предприятия и организации города. Они уже не первый раз показывают свою заинтересованность и солидарность в решении общегородских проблем. Это известный нам фонд содействия развитию города Белгорода, при помощи которого мы собираем необходимые средства. Я думаю, что работа очень важная будет одобрена жителями города. Я заранее приношу извинения по той самой причине, что вот такой большой объем ремонтных работ, безусловно, приносит неудобства. Но, как говорят, неудобства временны, а пользы навсегда. И спасибо жителям города, что они это понимают и не сильно нас ругают за эти неудобства. Мы постараемся их минимизировать. Ставят ли городские власти цель убрать из дворов автомобили, когда начнется строительство народного паркинга? — Население города разделилось на две части. Одни за то, чтобы убрать автомобили с дворов, а другие за то, чтобы они там нашли свое место. И вот этот компромисс, который мы ищем, сегодня находится в затяжном месте. — Они забиты машиной, и так не должно быть. — Это же проблема не сегодняшнего дня. — Безусловно. — Она у нас на протяжении, наоборот, последнего времени активно решается. Это проблема мощной автомобилизации населения. Проблема непростая. Проблема требует серьезного решения. И дело даже не в том, что у нас надо построить паркинг. Вы знаете, у нас очень много паркингов, которые построены сегодня рядом с большими жилыми микрорайонами, и они пустуют. А жители все равно ставят автомобиль возле своего дома. Вы знаете, дело даже не в этом, а дело в том, что у нас не воспитана пока еще культура отношения с автомобилем. И это тоже очень серьезный и долгий процесс. Но тот вопрос, о котором вы говорите, сегодня в центре внимания власти. Власть последовательно его решает. И вы видите, сколько мы парковочных мест организовали за последнее время. Как мы начали приучать людей парковаться в центре не на весь день, а дать возможность людям пользоваться в центре услугами поликлиники, парикмахерской, магазины и так далее. И как люди одобряют эти процессы. Я надеюсь, что те вопросы, которые мы сегодня решаем по строительству кооперативных паркингов рядом с дворовыми территориями, или внутри дворовой территории, которые не ухожены и могут быть приспособлены для этого, тоже сегодня помогает решать проблему. И люди откликаются на этот вопрос. Что касается вот такого мощного проекта, который мы сейчас обсуждили, его активно поддержал Евгений Степанович Савченко. Потому что там не наша территория, а территория, в общем-то, принадлежащей области. И нам эта территория под этот проект отдается. Территория Старой Телевышки, давайте скажем. Этот народный паркинг, который мы сегодня презентуем, имеет, наверное, мощное значение в формировании этой культуры. И там же он не просто как место для стоянки автомобиля. Он запроектирован таким образом, что человек может туда поставить автомобиль и в то же время после этого пообщаться с кем-то из своих знакомых, которые тоже рядом стоят автомобиль. Там будут кафе, там будет возможность купить продукты питания по пути домой и не заходить и не заезжать в какие-то магазины. Такое пространство, которое заменит некогда существовавшее гаражное пространство, когда люди строили активно гаражно-строительные кооперативы. И сам проект очень интересен, и он одобрен сегодня на всех уровнях. Он требует целого ряда организационных решений. Это отвода земли, это экспертиза самого проекта. И это организационная часть, которая будет собирать средства для организации строительства. Ведь мы же предполагаем, что человек сам активно будет участвовать в этом вопросе, как в приобретении квартир. По долевому участию он заранее купит себе выборы. Паркинг, который он считает по его уровню цены, будет ему подходить. Это хорошее вложение средств для бизнеса. И мы эту работу сегодня активно ведем. Окончательно мы, надеюсь, к ней приступить где-то в марте следующего года, для того, чтобы уже проект начать реализовывать. Создавая такие мощные условия для того, чтобы сделать город удобным для жизни, и прежде всего для людей, а не для машин, мы продвигаем некую иную структуру построения городского пространства, городской среды, которая будет направлена прежде всего на удобство человека. Я уверен, что жители оценят такие действия, и им это понравится. Сергей Андреевич, вопрос про экономику. Удастся ли Белгороду в непростой экономической ситуации держать планку одного из лучших благоустроенных городов России? Не сдадим ли позиции, не сдаем ли позиции? Ну, вы же спрашиваете каждый день людей на улицах об этом. Вы же спрашиваете гостей города. И я смотрел фильм, который сделала телерадиокомпания. Жители подтверждают, что мы позиции не сдаем. Но это и подтверждает и официальное признание нас, как одного из самых благоустроенных городов России. Мы в этом году опять заняли призовое место, и это отмечают сегодня на всех уровнях, что темпы благоустройства сегодня город не снижает. Это, безусловно, связано с целым рядом вопросов бюджетного финансирования и развития экономики. Но вы как-то задали вопрос, на мой взгляд, вот сложно. Я попытаюсь его разделить на две части. Итак, об экономике. Период непростой. Действительно, всем понятно, что страна в этих условиях сегодня и санкций, и в условиях цены не самой благоприятной на нефть, и в условиях, будем говорить, ряда других ограничений, чувствует себя не очень комфортно. Мы являемся частью страны и не можем создать некий анклав, который бы развивался несколько иначе. Вместе с тем, мы имеем хорошие, мощные запасы в экономике региона, которые позволяют нам держать не только ситуацию на плаву, но даже и улучшать ее. Потому что, вы знаете, Евгений Степанович, целый ряд мероприятий, связанных с преодолением этой ситуации, наметил задолго до ее возникновения. Вот антикризисное управление, оно заключается не в том, чтобы умело выходить из кризиса, а просто в него не входить. Вот это залог того, что мы сегодня не испытываем тех очень непростых моментов, которые, к сожалению, испытывают многие люди, не подготовившиеся к такому развитию событий. Вы это чувствуете, наверное, по себе. У нас нет сегодня вопросов с выплатой заработной платы. У нас она не только не сократилась, а выросла по итогам первого полугодия. Не на много, но выросла средняя заработная плата и сегодня составляет 29,7 тысяч рублей. У нас индекс промышленного производства по итогам первого полугодия сегодня тоже растет. Это 107% к предыдущему периоду. А май так у нас был 117. У нас сегодня, несмотря ни на какие трудности, реализуется много инвестиционных проектов. Вот 136 инвестиционных проектов, которые мы сегодня мониторим в городе, 69 проектов уже реализовано в период в первом полугодии. А это 41 миллиард рублей инвестиций, которые мы сегодня благодаря нашим промышленникам, благодаря тем инвестициям, которые пришли в социальную сферу, реализуем. Далее нам возможность еще дополнительные рабочие места иметь. Мы более 300 рабочих мест сегодня получили за счет реализации этих проектов. И до конца года еще около 300 рабочих мест будет организовано. У нас нет никаких оснований сегодня говорить, что год будет великолепен с точки зрения экономики. Но нет никаких оснований говорить, что мы его каким-то образом завалим или провалим. Это говорит и бюджетные наши поступления. Вы сегодня уже говорили о некоторых наших успехах. Они основаны тоже на экономических показателях. И любое дело, которое направлено на благоустройство города, оно требует немалых средств. Сегодня бюджет города в сравнении с предыдущим периодом почти на миллиард больше мы запланировали. Это требовало большой смелости, я вам скажу. И наша депутатская команда, наша команда администрации города Белгорода, объединившись, смогла на себя взять такую ответственность. Если вы посмотрите итоги года, то я уверен, что они нас порадуют, потому что задел, который сегодня мы имеем, говорит о том, что мы на правильном пути. Ну а что касается благоустройства города, то здесь, безусловно, к деньгам надо добавить вдохновение горожан. Вот мы сделали целый ряд проектов, которые сегодня горожан задели. Миллион тюльпанов, миллион роз. Сегодня мы активно работаем над реализацией проекта превращения города Белгорода в город-парк. Название как-то он получил, такой первоначальный, тоже с подачи Евгения Степановича, проект 201. Мы реализовали в том году, наметив 201 проект, более 240 проектов варшафтного обустройства территории города, которые показали нам и возможности творчества людей, и возможности сегодня приложения тех сил на неухоженных территориях, которые позволяют сделать их совершенно приятными взглядом, человеку удобными для жизни. Человек в них чувствует себя совершенно по-другому. Эта идея пошла вперед, и мы сегодня реализуем проект с удвоенной силой. В нее включились объекты бизнеса, в нее включились представители социальной сферы, в нее включились жители города. Вот сегодня в канун праздника проходили и проходят еще подведение итоги конкурса «Наш белый город». Посмотрите, какие чудеса благоустройства делают люди. Глаз радуется тому творческому вдохновению, которое они проявляют, не жалея причем своих собственных средств. Вот когда это ощущаешь, тогда понимаешь, что, наверное, не самое главное иметь деньги. Самое главное иметь желание сделать город красивей, сделать то место, где ты живешь, любимым для самого себя. Городское хозяйство огромное, многогранное и сверхсложное управление. Им задача в 10 рядов. На что городские власти будут делать упор в ближайшее время? Что в приоритете? Вы очень правильно сказали про 10 рядов. И приоритетные направления иногда очень сложно выделить, по той самой причине, что там не бывает, ну, так скажем, не главного направления. Нет только части организма, нет же у нас лишних частей. Так и в городском хозяйстве. То есть, каждая часть этого городского хозяйства – это единый комплекс, с которым взаимосвязаны. Как только начинаются сбои в одном месте, они сразу же дают знать о себе в другом. Поэтому решать эти задачи, безусловно, надо комплексно. И здесь сказать о тех приоритетах, которые мы сегодня можем ярко выделить, невозможно. Мы, безусловно, его рассматриваем в комплексе как социальных моментов, так и хозяйственной деятельности города. И в этой ситуации мы поставили для себя одну задачу, вы о ней знаете, делать все, чтобы город был удобен для жизни. И вот за счет этих вопросов подтягивает все остальное. Когда ты делаешь среду обитания удобную для горожанина, для жизни человека, тогда и этот человек начинает себя чувствовать в городе совершенно по-другому, и он сам становится созидателем. Но, безусловно, есть какие-то моменты, которые являются локомотивами. На сегодняшнем этапе это самая серьезная проблема жилищно-коммунального хозяйства. Это та проблема, которая на протяжении многих лет, в силу каких-то объективных причин, с объективных причин, она по всей стране, не только по городу Белго, как вы знаете, она оказалась вот в таком тяжелом состоянии. И в ней есть такая мощная отрицательная энергетика, которая как бы не дает возможности нам говорить о таких вещах, которые бы радовали глаз и душу сразу. То есть надо решить эту проблему. Эта проблема тоже многогранная, но вместе с тем она сегодня имеет решение. Я могу разложить по каким-то отдельным направлениям. Вы знаете, сколько мы сделали для наведения порядка в транспортном обслуживании, сколько нам еще там предстоит сделать. Мы создаем необходимые условия для того, чтобы энергетический комплекс работал устойчиво. Мы делаем все возможное для того, чтобы решались проблемы, связанные целым рядом направлений благоустройства. Но на сегодняшнем этапе у нас есть мощная программа капитального ремонта домов. Вот эта мощная программа капитального ремонта домов должна стать локомотивом решения всех остальных проблем. Там не все, на мой взгляд, удачно сделано в законодательной базе. Ну как-то можно ремонтировать дом, но не ремонтировать двор. И здесь целый ряд противоречий, на которые люди сами обращают внимание. Но вместе с тем они же находятся в одном самом главном противоречии. Кто хозяин? Вот эта задача и очень сложная, архиважная, которую нам предстоит решить. Мне здесь очень нравится партийный проект «Единая Россия. Управдом», который направлен на решение этой задачи. Мне сегодня нравятся усилия многих других общественных организаций и партий, которые тоже подключились к этой проблеме. Вместе с тем она непростая. Она непростая, это надо понимать, надо набраться терпения, но с одним условием – иметь собственное желание проблему решить. Как только мы это внутри себя сформируем, мы ее решим. А сегодняшний опыт нашего работы, у нас уже два года идет эта работа по капитальному ремонту дворов, говорит о том, что люди ее начали понимать и люди начали ее принимать. Вы помните, какое было начало и какой процесс идет сегодня. Сергей Андреевич, однажды вы спросили меня, каким я представляю городскую телевидение через 20 лет. Я помню этот вопрос до сих пор, какое оно, каковы тенденции, к чему мы идем. А я хочу спросить вас, каким будет Белгород через 20 лет? Каким вы его увидите? Вы знаете, вопрос очень серьезный. Я могу ошибиться в предсказаниях, да и, наверное, не это главное. Каким бы я его хотел видеть? Я бы хотел его видеть тем, которым мы его и наметили сделать. Городом добра и благополучия. Городом, в котором людям удобно жить. Городом, который будет устремлен в будущее. Городом, в котором живут созидатели, любящие свою малую родину и активно работающие над тем, чтобы этот город процветал. Потому что это же территория, в которой будут жить дети и внуки. Для того, чтобы любое фантастическое решение притворять в жизнь, надо быть профессионалом. Вы знаете, фантазировать очень легко. Я иногда смотрю на наши черные списки, на какие-то обращения людей, которые любят город, они действительно хотят того, чтобы он был таким. Но вижу, что в этих идеях пока нет профессионализма, нет фундамента решения той или иной проблемы. Поэтому самое главное, что сегодня бы был горожанин профессионально подготовлен к тем изменениям, которых он сам же хочет. И в этом вопросе нам делается очень многое. Создаются профессиональные команды по всем тем или иным направлениям. И мы пытаемся получить все передовые технологии, которые только существуют в градостроительстве. И мне кажется, что нам многое удается. Многое не удается, ввиду целого ряда причин, в том числе экономических. Но я бы все-таки ответил на вопрос, что я бы хотел, чтобы через 20 лет в городе жили счастливые люди, счастливые белгородцы. Спасибо. Сергей Андреевич, мы не можем уйти от политики. Мы накануне больших выборов, выборов в Белгородскую областную думу 6-го созыва. Это очень важно, чтобы за всеми происходящими событиями в мире, на Украине, в России, мы не упустили вот этого важного события. Рассчитываете ли вы на активность избирателей? Вы знаете, белгородский избиратель был всегда активен. Вот если вы посмотрите статистические отчеты о выборах в Российской Федерации за последнее время, то белгородцы там в пятерке всегда находятся по активности, по своим подходам к вот этой очень важной задаче. И они, на мой взгляд, проявляют хорошую гражданскую позицию. Я надеюсь, что и в эти выборы горожане, безусловно, придут на избирательные участки. Мы в крайнем случае будем делать все возможное, чтобы их сагитировать на этот вопрос. По той самой причине, что выборы в областную думу – это непростой формальный шаг. Этот процесс, безусловно, влияет на жизнь каждого человека. От того, кто и насколько профессионально будет представлять его интересы в региональном законодательном собрании, ведь будет зависеть, а какие решения будет принимать это региональное собрание. Эти решения будут помогать ему удовлетворить свои потребности в самореализации, в получении тех или иных благ или не будут. Сегодня очень важно понимать, что в этой политической борьбе очень часто используются призывы сделать жизнь лучше. Но очень редко кто предлагает, как это сделать. Потому что все мы хотим. И, наверное, нет разниц в больших платформах политических партий и в программах. Они говорят, мы хотим сделать вот это, вот это, вот это для людей лучше. Вопрос заключается в том, что во многих, к сожалению, программах присутствует желание, но не обрисованы необходимые возможности. И самое главное – не берется на себя ответственность. Я за то, чтобы в областной думе были люди профессионально подготовленные, за то, чтобы эти люди были патриотами своей страны, за то, чтобы эти люди активно проводили в жизнь те реформы, которые сегодня направлены на улучшение качества жизни человека. И, безусловно, поддержать этих людей должны сами горожане. Поэтому мы уверены, что борьба будет непростой в сегодняшней ситуации. Мы будем делать все возможное, чтобы наши жители города имели возможность выразить свою точку зрения, свои симпатии к той или иной политической силе и к тому или иному кандидату в депутаты. Ну, а жизнь показала, что белгородцы – очень прозорливый народ, их на мякине не обведешь. Они чувствуют, где у человека четкая профессиональная позиция, а где только лишь желание вот так это блеснуть словцом. Поэтому я белгородцам верен, знаю, что они сделают правильный выбор. Ну, а мы будем создавать все необходимые условия для того, чтобы они могли этот выбор свой провести в жизни. Сергей Андреевич, спасибо Вам за серьезный, вместе с тем откровенный разговор. У нас осталось совсем немножко времени. Время для поздравлений и пожеланий горожанам в День города. Я хотел бы пожелать людям, всем, и не только белгородцам, безусловно, мира. Вот сегодня такая хрупкая ситуация в мире, которая заставляет нас еще раз задуматься над тем, что происходит вокруг. Я, безусловно, хочу, чтобы у людей все было в добре и благополучии, чтобы у них хватало необходимых средств для того, чтобы решались те насущные проблемы, которые каждая семья себе наметила. Счастья, любви, возможности созидать. С праздником, с наступающим, дорогие белгородцы. Я надеюсь, что очередной День рождения города будет Вам дорог. Я надеюсь, что Вы обязательно наметите себе планы на будущее, что Вы сделаете все так, чтобы самим было приятно жить. С праздником Вас, дорогие, милые моему сердцу горожане. Сергей Андреевич, спасибо Вам большое за участие в программе. Напомню, что сегодня гостем в студии был мэр Белгорода Сергей Андреевич Паженов. И это был разговор с мэром. Мы поздравляем всех белгородцев с праздником, желаем счастья, здоровья, любви. И любите Белгород, он действительно этого стоит. До свидания. До свидания, до новых встреч.